Центральная избирательная комиссия Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов Владимир Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента Российской Федерации Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия Члены ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию Путина Удостоверение установленного образца было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву Действующий глава государства стал первым из зарегистрированных по итогам сбора подписей избирателей Путин участвует в выборах как самовыдвиженец Штаб Путина направил в ЦИК 315 тысяч подписей избирателей в поддержку кандидата Из которых для проверки были отобраны 60 тысяч Для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5% 2 февраля в ЦИК сообщили, что в результате проверки подписных листов Путина Недействительными были признаны только 0,39%, что является рекордно низким количеством брака На данный момент в президентской гонке продолжает участвовать 8 человек Согласно законодательству, в срок до 10 февраля ЦИК должен зарегистрировать всех кандидатов на пост президента Именно их имена будут фигурировать в избирательных бюллетенях на выборах 18 марта 104 избирателя в Ненинском округе подали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения Пункты приема заявления открылись 31 января на территории всей Российской Федерации За это время своим правом воспользовались около 172 тысяч россиян Из них 49 тысяч написали заявление в отделениях МФЦ 100 тысяч воспользовались единым порталом предоставления госуслуг Остальные подали заявление в территориальных избирательных комиссиях и дополнительных пунктах приема заявлений В Ненинском округе за 6 дней от места прописки открепились 104 избирателя Из них 12 человек написали заявление в территориальных избирательных комиссиях 54 в пунктах приема заявлений, 38 в многофункциональных центрах Открепиться от своего участка по месту регистрации имеют право избиратели Которые в день голосования не смогут принять участие в выборах главы государства по своей прописке в паспорте Проголосовать в данном случае можно в любом месте, где гражданин планирует находиться 18 марта 2018 года У избирателя спрашивают, где он будет находиться физически И с учетом максимального удобства для избирателя подбирается избирательный участок, ближайший к нему Ну, как правило, это ближайший участок к месту его проживания Либо, если, например, гражданин 18 марта планирует работать Либо находиться в каком-то другом месте и непосредственно в непосредственной близости будет находиться избирательный участок Соответственно, ему предложат на выбор какой-либо участок близкий и удобный к нему Для этого необходимо до 12 марта подойти в любую территориальную избирательную комиссию Заполярного района или Наринмарского городского округа Расположенного в администрации Заполярного района и в мэрии города Дополнительные пункты приема заявлений в КДЦ Арктика и административном здании поселка Искателей, бывшее здание БКЕ А также в 21 отделении ФЦ Можно, не выходя из дома, заполнить заявление на портале госуслуг, предварительно там зарегистрировавшись С 25 февраля к пунктам приема заявлений присоединятся все участковые избирательные комиссии Для тех избирателей, которые не смогут или не успеют подать заявление в указанные сроки, предусмотрен запасной вариант С 13 марта и до 14 часов 17 марта текущего года избирателю можно будет подойти на свой избирательный участок по месту регистрации в паспорте и подать специальное заявление Президентская инициатива в действии В Ненинском округе написано первое заявление на распоряжение средствами материнского капитала Напомню, семьи, в которых с 1 января 2018 года родится или будет усыновлен второй ребенок, могут претендовать на получение ежемесячной денежной выплаты Мера по поддержке семей с детьми Владимир Путин предложил в конце ноября прошлого года Соответствующий закон президент подписал 28 декабря Инга Зуева первая жительница Ненинского округа, которая написала заявление на получение выплаты из материнского капитала 18 января девушка во второй раз стала мамой, а следовательно получила право на распоряжение средствами из мат-капитала в виде ежемесячных выплат В родильном отделении выдают сейчас буклеты, там все написано, вся информация о том, что есть вообще этот родовой сертификат И о том, что можно снять, если у тебя нет дохода, что можно с него снять такую-то сумму Ну и просто не на что его тратить, и потом со временем все равно я выйду с декрета и выйду на работу И ну как бы будет возможность зарабатывать, а сейчас пока я сижу в декрете, я думаю, что все равно деньги эти пойдут на детей Ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года Правда, при соблюдении одного условия Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев Разделить ее на 12, а затем на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка Если полученная величина меньше полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал 2017 года А в Ненецком автономном округе это 32 766 рублей Необходимо подойти в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства Чтобы подать заявление на ежемесячную выплату, которая составит в Ненецком автономном округе 21 973 рубля Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка Стоит учесть, если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка Если позднее полугода, то выплата будет назначена со дня подачи заявления На рассмотрение заявления отводится месяц, после чего денежные средства перечисляются на банковский счет владельца сертификата материнского капитала Программа действует до 31 декабря 2021 года Иван Никонов, Людмила Сидейская, Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север Телевиско вполне может стать промышленным районом окружной столицы Такое заявление сделал Александр Цибульский после рабочей поездки в первую столицу Ненецкого округа Глава региона считает ближайший к Нарьинмару поселок перспективным не только экономически, но и с точки зрения комфортного проживания жителей округа Ведь на сегодняшний день вся необходимая инфраструктура здесь создана В этом временно исполняющий обязанности губернатора убедился лично Четыре коровы и 16 коз К таким результатам пришли арктические фермеры всего за год с небольшим О предприимчивой чете Никитина Хистельвиске мы уже не раз рассказывали в наших репортажах В общей сложности в бизнес семейная пара вложила миллион рублей Когда все получилось, решили обратиться за помощью к государству За счет грантовой поддержки от центра развития бизнеса купили пресс-подборщик и вдвое увеличили поголовье Субботним утром на семейную ферму заглянул глава региона Александр Цибульский осмотрел хозяйство А Клавдия Никитина в свою очередь поведала о том, с чем приходится сталкиваться, ведя сельскохозяйственный бизнес в суровых условиях Крайнего Севера Мясо на селе реализовывать трудно, у нас же нет здесь ни магазина, ничего, не каждый частник примет, потому что кому-то хлопотно, кому-то неохота связываться В детские сады бы здоровое мясо, в школы, или молоко вот это бы мы сдавали в детский сад, если бы нам разрешили, это бы еще лучше было, наши дети там ходят А не зачем им покупать какую-то северную долину, которая вообще не квасится в пачках, когда можно купить свой полков А это уже более масштабное сельхозпредприятие Здесь только дойного стада 380 голов Впрочем, планы грандиозные, к следующему году хотят выйти на 460, это плюс 400 тонн молока Таким образом, аграрии хотят достичь валового надоя молока в 2500 тонн в год Осмотрев старое здание телевисочной фермы, делегация отправляется в новое недостроенное Руководитель агропромышленной компании докладывает, здесь помимо загона для буренок предусмотрены подсобные помещения, которых сейчас так не хватает на телевисочной ферме Раздевалки для рабочих, а также мини-цех по производству молочки До конца октября они нам должны два коровника этих всех сделать и сдать Здесь же мы планируем, вот о чем мы говорили с Михаилом Михайловичем, чтобы здесь сделать свою переработку небольшую, такую же как Вовсина Почему мы планируем, что у нас здесь 8-10 рабочих мест добавится? Ну и молоко Переработка молока Да, 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 да То есть дороги нет постоянно, мы будем говорить, не надо надеяться в ближайшее время, а коров нужно ставить А переработка творог масла и для деревни молоко, оно реально То есть если полторы тонны в день молока будет, что-то будет уходить, деревня будет полностью обеспечена молочной продукцией Остальное в город вывозить Разговоры о том, что Тельвиска может смело претендовать на еще один промышленный район Наринмара весьма обоснованы Это территория, которая на сегодняшний день имеет всю необходимую инфраструктуру для развития сельского хозяйства и других производств Село газифицировано, есть связь и оптоволокно, электроэнергия по относительно дешевым тарифам Что немаловажно для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Кроме того, социальные объекты здесь очень достойного уровня Например, новое здание школы Два этажа с просторными коридорами и светлыми кабинетами Современным спортивным и актовым залами, столовой и мастерскими Новое здание телевисочной школы практически готово к вводу в эксплуатацию Единственная оставшаяся проблема – это цвет напольного покрытия По требованиям Роспотребнадзора он не должен быть черным Сейчас подрядчики обязались устранить нарушения Как только это случится, объект будет введен в эксплуатацию Причем до конца февраля маленькие телевещане уже должны сесть за новые парты Проинспектировал Александр Цибульский и здание детского сада Теплое, светлое и уютное – здесь единственная проблема – малые площади Ну или большое количество детишек, которых отдадут в сад со следующего года Может быть где-то найти помещение временно, потому что это на следующий год Я считаю, что это как бы временный у нас подъем Потом мы проанализировали, немножко опять спад будет За последние 10 лет у нас в 2019 году будет выпуститься 12, ну если поступит, то 13 детей Последние 10 лет все время выпускалось по 4 ребенка Пик был в 2012 году Ну и сейчас будет там пару лет, когда будет И сейчас, да, сейчас вот после этого 12-й, там 13-й А больше 48, больше 50 вы не можете, да, принять? Все уже все Посетил глава региона и знаменитый в Тельвиске долгострой Первый муниципальный контракт на строительство этого дома был заключен еще в апреле 2013-го А в декабре 2014-го туда уже должны были заехать новоселы Но фирма, которая взялась за строительство, как это часто бывает, разорилась Контракт был расторгнут Новый заключили лишь в мае 2017-го В этот раз подрядчики дело до конца довели и в сроки уложились А еще он сделал стелл и гипсокартон внутри, а так брусовой дом Брус с шит-сайдингом? С шит-сайдингом, да, утеплением минватой снаружи Утепление между брусом и сайдингом, да? Да, да, 15 сантиметров, перекрытиях 20 Дополнительно снизу подрядчик предыдущего утеплилочек пеноплексом Два дня назад заселили людей, вот Сейчас они осматриваются, смотрим, какие есть нюансы Если появятся какие-то замечания, мы будем устранять в рамках гарантийных обязательств 12-ти квартирный дом предназначен для расселения социальной очереди Ключи от новеньких квартир торжественно вручили на традиционные встречи с населением Ну а сразу после перешли к проблемам, которые телевещан волнует уже не один год Это бешеные тарифы на коммуналку и плохое качество медобслуживания Поговорили довольно откровенно, местами жестко, и за что я им, кстати, крайне благодарен Потому что для меня эти встречи, это возможность в первую очередь услышать реальное состояние дел Понятно, что я во многом информацию получаю через своих подчиненных, которые, ну, мы все люди Они пытаются иногда некоторые вопросы немного сгладить, а лучше иногда проблем Вернее, всегда лучше знать проблему в том виде, в котором она существует То, что вы говорите, некоторые вопросы мне были известны Это связано лишь с тем, что они носят системный характер Мы сегодня много говорили про проблемы в сфере здравоохранения, в обслуживании больных И, конечно, мы понимаем, что некоторые вопросы связаны, в первую очередь, с недопониманием И с недоразъясненностью людям их прав и возможностей И это обязательно надо делать Ну и некоторые вещи, на мой взгляд, это какая-то, ну уж извините за такой словом, беззалаберность Потому что у нас есть все возможности, нет проблем с финансированием, то, что касается льготного Что касается еще одного наболевшего для местных жителей вопроса Отсутствие круглогодичной дороги Александр Цибульский заверил Стройку ни в коем случае прекращать не будут Сейчас этот вопрос прорабатывается в департаменте строительства ЖКХ и транспорта Уже известно, вместо капитального моста через казенную протоку возведут низководный Аналогичный установлен по дороге на Красное на переправе через Кую Его возведение – часть третьего этапа строительства Проект уже прошел экспертизу и получил положительное заключение Администрация Наримара объявила о проведении конкурса творческих работ «Город моей мечты» Он стартует на следующей неделе, 16 февраля Как пояснили в мэрии, конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Согласно положению конкурса, участники могут предложить свои решения Благоустройства общественных территорий для повышения качества жизни горожан Общего уровня комфорта, а также создания уникального образа Наримара Конкурс пройдет в три этапа С 16 февраля по 3 марта от инициативных горожан будут приниматься заявления с творческими работами После этого в течение двух дней на заседании конкурсной комиссии определят лучшие работы Завершится конкурс 12 марта торжественной церемонией награждения победителей Также в администрации Наримара сообщили, что если работа участника, занявшая первое место в конкурсе Будет посвящена благоустройству общественной территории, которая победит по итогам рейтингового голосования То народный эскиз предоставят профессиональным дизайнерам Последние, в свою очередь, при создании дизайн-проекта, часть элементов или символов возьмут из рисунка победителя У наримарских школьников начались внеплановые каникулы Все школы города закрыты на карантин В округе отмечен подъем заболеваемости ОРВИ Ненецкий округ находится на пике заболеваемости острыми респираторными заболеваниями За прошедшую неделю зарегистрировано 808 случаев Эпидемиологический порог в целом по округу превышен на 52% В основном болеют дети до 14 лет При этом вирусов гриппа, по данным ежедневного мониторинга, который проводят сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии, не выявлено На период карантина в округе введен ряд мероприятий, направленных на снижение заболеваемости В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ среди детей на карантин закрыты все школы города и поселка искателей Внеплановые каникулы продлятся до 12 февраля Кроме того, не работают кружки и секции При этом основные образовательные программы будут реализованы для школьников заочно Педагоги будут высылать им задания на дом У нас согласно приказу по школе, учителя-предметники будут размещать домашние задания для смысла изучения учащимся в системе электронной школы Учащиеся будут выполнять и по мере выполнения предоставлять по электронной почте Либо потом уже очно принесут после завершения приостановления обучения То есть это после 12 числа Также полностью закрыты детские сады в четырех поселках округа В Каратайке, Красном, Индиге и Усть-Каре Эпидпорог среди детей 3-6 лет превышен на 50% У ОРВИ болеют порядка 500 человек Сейчас такая ситуация, что дети болеют постоянно Приходится покупать антивирусные препараты И чтобы не заболели дети, регулярно им давать Пока в садик ходим, школа на карантине, ребенок сидит дома В связи с ростом заболеваемости среди жителей округа Спрос на противовирусные препараты вырос Сейчас больше стали пользоваться спросом противовирусные препараты Препараты для повышения иммунитета, поливитамины, капли в нос Препараты для снятия симптомов простуды С 30 января главным санитарным врачом по Ненецкому округу Введен комплекс мер на период подъема заболеваемости Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей На посещение больных в стационаре А также медобследование детей и беременных только на дому Руководителям школ и детских садов Рекомендовано провести дезинфекцию помещений Поэтому в настоящее время нужно принимать все меры профилактики Для того, чтобы распространение инфекции избежать И в то же время не допустить летальных исходов и осложнений от гриппа По сравнению с прошлым годом эпидпорог остается на том же уровне Разница лишь в том, что вирусов гриппа в этом году пока не зарегистрировано Мониторинг по установлению этиологии вирусов Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа Ведется еженедельно Для этого мазки из горла и носа заболевших отправляются в Архангельск В настоящее время советы родителям тех детей, которые остались дома на период разобщения Рекомендуется прогулкой на свежем воздухе Но в то же время необходимо одеваться по погоде, чтобы не переохлаждаться И с учетом температурного режима за окном Кроме того, необходимо ограничить контакты детей со сверстниками Также необходимо укреплять иммунную систему детского организма Включить в рацион фрукты и чеснок Если все-таки вы заболели, врачи не советуют заниматься самолечением А при высокой температуре вызывать врача на дом Спад заболеваемости ОРВИ ожидается в конце февраля Александра Литкова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север И на этом у меня все Новости вы можете увидеть и на нашем сайте Адрес trk.sever.ru Далее смотрите прогноз погоды Субтитры создавал DimaTorzok